Всем привет! И сегодня с вами Bloom69. Сегодня мы поиграем в такую игру, как GameDev2Home. Из себя она представляет, грубо говоря, развитие именно видеогейминга. Будем мы разработчиками в этой игре, так сказать. Как, я не знаю, те же самые Blizzard начинали и так далее, и другие. Ubisoft. Все они начинали с малого. Начнём мы, хоть и в игре. Придумаем название компании. Пусть будет Russia, Blue, Blue, Zavia, какая-нибудь. Пусть будет игрок. Сделаем nickname. Уженский полу. Вот так делаем. Вариантов тут мало. Долго думать не было. Пусть будет так. Вот мне немножко. Мне подсказки не хватило. Так, мы уже подпишем мы сюда эту игру. Что ж. Начнём с создадим новую игру. Подсказки я в рубашке не буду, как я приводил игру. Это у меня геймплей. Не первый отбор будет. Самая себе игра. Игру назовем не знаю, что. Давайте первый губ по тем временам. Тематику. Нам конечно выбрать не удастся. Нужную. Пусть я не знаю. Оборотни. Жанр. Экшн. Платформа. Пока. 2 до графика. Начать разработку. Сама к себе игрока не сложная, занимательная. Также тут надо распределять этапы разработки. В зависимости от игры. Движок. Также геймплей. Сюжет квеста. Ну, раз это экшн, то мы и сюжет квеста, наверное, всё-таки убавим. Геймплей, наверное, на максимум. Ну и движок где-то на уровне. Всё-таки квеста, наверное, вот так вот мы сделаем. Или будет так. Уж думаю, экшн про оборотней. Особый сюжет и не нужен. Диалоги не особо. Ну и пусть будут наравне, в принципе. И дизайн уровней должен быть хороший. И искусственный интеллект ботов, которые, допустим, раз экшн будут атаковать. Должно быть тоже на уровне. По этой игре я, наверное, буду выпускать достаточно долгий период. В плане летсплей, так называемый. Это не обзор. Сразу говорю, геймплей я буду показывать, что вся эта игра представляет. Стоит ли она своих денег в стиме. В принципе, стоит время уберить. Да. Достаточно приятная игра. Это мы сделаем так. Пусть будет примерно такая настройка. Так как я начинающий ютубер, как бы у меня никакого редактирования толком можете не увидеть. Потом с этим буду начну разбираться. Пока, так сказать, первые летсплеи, тестовые и так далее. Но пока мне захотелось показать эту игру. Ну, добавлять она ничего не добавляет. Более она у нас пока в создании игр так себе. Так же здесь уровни. Прокачивать персонажей, которых вы, так сказать, нанимаете. Поначалу мы будем работать в гараже. Но потом мы уже можем открыть свою целую компанию. Первые обзоры. Посмотрим, нормально ли оценки на Doom пошли. Но что-то да. Поначалу так, в принципе, всегда. Так же здесь есть уровень сложности. В плане то, что будет ли вам легко, будут ли вам хорошие оценки всегда давать. Или, допустим, Hard. У вас будут проблемы с деньгами. Вот, как здесь показано, также фанаты. Перед времени. И вот деньги. 26000. Ну, игра Средничок вышла. Достаточно неплохо. Уверенный старт у нас. Буду, в общем, снимать где-то геймплей. Ну, минут 30. Не более серии, наверное, будет. Если вам будет, так сказать, интересно, комментируйте. Если, конечно, меня кто-то подпишется. У нас 35 фанатов. Достаточно неплохо. И денег мы подняли. Ну, 100000 будет. Жируем. Поначалу очень хороший. Надо старт делать. Надо выбрать жанру. Ну, поначалу всегда денег хватает. Но потом могут быть проблемы. Придется занимать. Сделаем. Также можно сделать анализ игры. Для этого мы получим очки исследования. Очки исследования нам дают, чтобы исследовать новую графику, новые звуки, новые разветвления сюжетов и тому подобное. новые тематики игры, новые движки создавать собственные. Но поначалу свой движок мы создать не сможем, по идее. Искусственный интеллект – такого аспекта очень важен. вот свой игровой движок 50 очков. Так, вот новый тематик. Что из новых тематик? Разработка игр. Игра про разработку игры, а также разработка игр. Ну, давайте попробуем мы что-нибудь с ней сделаем. 18 тысяч копий. В принципе, неплохо. 129 тысяч мы заработали на этой игре. Сразу говорю, снимаю я на ноутбуке, поэтому могут быть звуки от его, так сказать, называемого движка. Ну, лично я, допустим, не советую создавать в этой игре игры на какие-либо другие консоли и так далее. ПК они, в принципе, здесь всегда, как бы и сейчас в нашем мире, так сказать, ПК всегда хороши и здесь. Ну, раз у нас война, я не знаю, Total War, я не знаю, пусть будет такое название. Война, жанр, стратегия, Total War, как же никак. Нет, пока ПК все-таки сделаем, потому что, честно говоря, это неуверение насчет этой G64. Ну, по идее, где-то мы, наверное, так вот сделаем. Чуть-чуть прибавим, наверное, все-таки сюжеты и квесты. Как-никак стратегия все-таки там, наверное, какой-то должен быть свой рассказ, я не знаю. Total War тот же самый там. Ну, такая история своеобразная. Смотря какой Атила, Вархаммер, Рин тот же самый. Ну, диалоги тут тоже. Искусственный интеллект тут нужен как-никак стратегии. Дизайн мы поубавим, наверное, вот так вот. Вот так вот будет нормально, потому что искусственный интеллект в стратегиях это такое основное, честно говоря. Кому будет интересно играть против тупых ботов, которые сливаются в самом начале. Ну, тут, в принципе, так же наравне пусть будет. Думаю, не хлам создадим, хотя кто его знает. Ну, вот консоль. Тут все консоли переписаны. Не будет же, конечно, там официальные названия, допустим, как Xbox, там PS. Они как бы похожи, но это все такое. В общем, тут игра идет где-то 35 лет. Идет разработка там, как бы средняя жизнедеятельность разработчика, наверное, вот так вот. Который там что-то выпускает за свое время. Так, ну, все можем завершать. Побили рекорд по дизайну. Новая тематика, новая комбо. Вот, добавляю целую ла. Позже мы сможем, когда купим офис, сможем нанимать себе помощников, так сказать, еще дополнительных разработчиков. Но пока все приходится в своем, так сказать, скутном гараже делать от ним. Первые обзоры, ну... Ну да, как-то так. Как и первая игра, в принципе. Шесть. Также шесть. Семь. Ну, в принципе, нормально. Чтобы деньги окупить, более чем хватит. Сделаем сразу анализ игры, чтобы дополнительные исследования очки получить. Это всегда надо делать, чтобы фастом это все было потаинку. Так-то, честно говоря, эта игра не особо... Ну, в общем, где-то, я не знаю, можно по фасту отыграть за три часа, и эти 35 лет, грубо говоря, в игре пройдут. Развитие тут происходит достаточно быстро. Ну, все, сочетание тут хорошее. Ну, идут продажи, идут мои. А купили, в принципе, эту игру. Фанатов у нас уже 157. Это неплохо. Чем больше фанатов, тем больше, так сказать, популярность вообще и продажи. Уже неплохо подняли. Что у нас по исследованиям? Надо свой игровой движок открывать. Это тоже дело нужно. Потому что без своего... Ну, 85 тысяч неплохо. Без своего движка, честно говоря, это так себе. Поэтому еще придется, наверное, игру создать. Как же нам ее назвать? Ну, назовем, я не знаю. Нет. Ну, просто давайте банально бум. Можно, в принципе, названием не заморачиваться. Это все такое чистописание. Давайте тюрьма. Какой-нибудь симулятор тюрьмы. Пусть будет у нас платформа ПК. 2D графика. Игра интересная. Своих денег стоит. В стиме она, по-моему, 300, что ли, с чем-то рублей. Может, меньше. Потому что покупал я ее, как она только вышла. Ну, симулятор, наверное, в принципе, так и оставим. Даже можно вот так вот. Симулятор это чисто такое. Тем более тюрьмы какая-то особенная сюжетка. Ну, тут, честно говоря, наверное, как-то так, наверное, наравне сделаем диалоги тут не особо так таковые нужны. Ну, тут все так же оставим по дефолту. Пусть будет так создаваться наш симулятор. Давай исправляй баги. Если выпустим с багами, то оценки будут намного хуже. Иногда вот она добавляет дизайн в технологии. Чем дольше, если мы задерживаем, то, допустим, позже у нас появится табличка ажиотаж. Чем больше ажиотаж, тем, так сказать, больше людей ждут, жаждут купить эту игру. Посмотреть, как она из чего и себя представляет. Потом мы сможем рекламировать нашу игру. Типа триллер делать в этом плане. Реклама на ТВ, в каких-то киосках там и так далее, то, что выходит такая-то игра. Так, сделаем сразу, пока анализ не сделать, пока не вышли обзоры. Так, вот обзор. Посмотрим, что из себя наша игра представляет. Семь, хорошая игра, Stargames, говорит нам. Шесть, многое уменьшает, информит геймер. Пять, местами забавно, геймхеры. Пять, есть удачное решение, Allgames. Ну, в принципе, тоже неплохо, неплохо для начала. Сразу мы делаем анализ. Нет, анализ игры мы пока делать не будем. Дайте мне знать. Да, вот мы теперь можем найти работу по контракту. Мы, вот, у нас есть, допустим, помощь в тестировании. Это, наверное, 9 очков дизайна и 10 очков исследований за 4 недели. Точнее, не исследования, а так называемую технологию. И нам оплатят 19 тысяч. Но, если мы за 4 недели не успеваем, то штраф в 3 тысячи нам снимется. Ну, и тут вот их достаточно много на выбор. Если денег не хватает, то можно поработать именно так. Мы делаем исследования, свой игровой движок начать. Свой игровой движок – это очень такая нужная вещь, как-никак. Без своего движка, грубо говоря, у нас особо таких хороших игр не будет. Будем где-то примерно на 6-7 вот так вот баллов делать. Не более того. Все, исследуем. Теперь обучение игре. Так, сначала анализ сделаем, чтобы получить дополнительные очки. И узнать, что же симуляторы тюрьмы сочетаются или нет. Анализ – это полезное. И исследование, и понять, стоит ли такую игру делать именно так, как мы сделали. Сочетается превосходно. Очень важный эксперт, да. Ну, тут все, честно говоря, надписи по дефолту. Что мне, в принципе, не нравится. Постоянно прокликиваю. Отыграл, может, компании две. Вот так вот чисто от нечего делать, убить время. Особо не напрягающая игра. Так, обучение игре надо еще подкопить нам. Ну, сделаем игру. Пусть будет. Пусть будет. Вот так вот сделаем. Не будем, как говорю, заморачиваться. Пусть будет, я не знаю, школа какую-нибудь. Также пусть будет, я не знаю, симулятор, школьный симулятор, я не знаю. Какой-нибудь симулятор отношений ему в школе с одноклассниками и так далее. Что-то типа того можно план сделать. Ну, наверное, геймплей увеличим. Пусть будет так. Так сказать, больше пойдем в технологии, чем в дизайн. Так, ну тут искусственный интеллект нужен. Мы все-таки ему, наверное, отдадим большую часть времени разработки. Как-никак, симулятор все-таки. Тем более, вот, чем мы больше делаем игры, тем больше мы о них узнаем. Там были, вот, снизу бывает тут плюс-плюс-плюс, либо минус-минус-минус, что не стоит. Грубо говоря, добавлять в этой игре больше времени. Но дизайн надо тоже увеличить. А то у нас получится технологичная игра, но не с дизайном. Поэтому надо, так сказать, все держать в балансе в плане дизайн и сами технологии. Сколько вот я играл постоянно, почему-то у меня всегда уклон в технологии. Дизайн мне постоянно приходится подкачивать. Ну, рекордов у нас нету. Все, мы сделали. Вот, много новых левелов. Качаем нашего персонажа. Монозвук теперь мы можем исследовать. Первые обзоры. Ну да, пока тухленько. Пока у нас не особо оценки. Да, 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 да. У них постоянно одно и то же. Удачное решение. Обычно, забавно. Видали и лучше. Главное деньги, в принципе, получить. Исследование. Обучение. Игра. Также обучение, точнее, исследование. Потом у нас будет и обучение именно самого персонажа. Они также стоят денег. Достаточно немалых иногда. Иногда, наоборот, как раз таки дешевеньких. Смотря на что обучение и какой уровень там идет обучение. Извиняйте, сейчас посмотрю, сколько у нас идет запись. 16 минут. Еще спокойно играем. Никуда не спешим. Видео, я думаю, загрузится за какой-то период времени. Что ж, мы сделаем. Что тут еще по исследованию? Нам больше ничто не хватает на монозвук. Тогда уже сделаем. Создать свой движок. 2D, линейный, сохранение и обучение игре. 120 тысяч. Это, конечно... Ладно, движок мы называть не будем, чтобы не путаться в них. По деньгам, конечно, жмет движок, что я могу сказать. Как видите, вот тут также надо набить определенное количество технологий. Чем больше там у тебя сложнее графика, там или, допустим, больше там монозвук, всякие сюжетные разветвления, тем дольше будет, так сказать, создаваться сам движок. И больше он будет по деньгам стоить. 107 тысяч. Эта игра нам принесла достаточно мало. По сравнению с другим, там по 150 они приносили. Ну, как бы денег пока хватает. В минус не уходим. Если мы уйдем в минус, и там, по-моему, неделя дается, чтобы выйти из него, то мы проигрываем. Все больше игр будет ориентированных на определенную возрастную группу. Теперь у нас будет создание игр, там будет, так сказать, именно взрослая игра для детей, либо для всех. Так, все, наш движок готов. Теперь мы можем создавать... Так, сначала сделаем мы анализ игры, подкопим очки и создадим игру на нашем новом, так сказать, точнее, на нашем первом движке, который, в принципе, нам очень много все прибавит. Превосходно, очень важный аспект, дизайн довольно важный тоже. Надо было все-таки с дизайном немного побольше. Вот, создадим мы новую игру. Назовем ее... Так, знакомый назовем. Пусть будет, так сказать, спорт. Ну, пусть ролевые, спорт, что бы нет. Попробуем так. И вот наш движок выбираем. Вот, второй версии графика, но это 30 тысяч, у нас уже 16 косарей. Если мы не успеем сделать игру и выпустить, и получить с нее деньги, то это... На это нам сейчас денег не хватает. Я не буду покупать, потому что сейчас затраты раз в месяц идут на моего персонажа. Ролевой геймплей движок. Вот, можем вот сюжет чутка вот так вот прибавить. Все-таки, наверное, даже так. Вот у нас, если в минус уйдем, у нас, по-моему, неделя. То ли месяц, то ли неделя. По-моему, неделя. Потому что я в минус один раз, что ли, по-моему, уходил, не более. Сделаем так. Диалоги, по-моему, там тоже особо не важны будут. Что-то тухленькая игра выходит пока что. По технологиям и по всему другому. Дазовый звук. Пусть будет. Ну да, пусть так и оставим. Да, вот у нас минус. Минус четыре тысячи. Быстрее надо продажи. Давай-давай, баги-баги фикси. Все, фастом-фастом выпустим. Хоть игра и дерьмо по дизайну, по технологии, но надо быстрее. Иначе капут наши игры. Также пара новых левелов. Давайте продажи, продажи, продажи. Да, да, да. А, нет. Если минус пятьдесят тысяч станет. Нет, это я, значит, попутал с какой-то другой похожей игрой. Да, хлам, хлам, да, тьфу. Я понял, я просто делал по фасту, да. Денег нам не хватает. Движок у нас жирный, очень много требует денег. Надо еще какую-нибудь хорошую игру сделать. Иначе мы так обокрутимся. Блин, нет. Деньги, деньги. Это мы не сможем сейчас. Покрыть надо. И создать какую-нибудь нормальную игру. Сделаем пока ноль с игры, не будем терять время. 35 тысяч. Ну, принесет она на мало. Там даже до 100 тысяч-то не дают. В спорте ролевые хлам, короче. И движок хлам. Ну, да, хлам создали, в принципе. Но я с ролевыми не очень, честно говоря. Я их толком, сколько я играл в эту игру ни разу. Практически не создавал так редко. Ну, вот. И здесь у нас, кстати, если мы выпускаем игру хлам, то как и в реальной у нас сейчас жизни, то фанатов меньше становится. Ну, вот. 69 тысяч принесло игру. Я не знаю, назовем. Баб. Тематика. Пусть будет, я не знаю, война. Экшн. Платформа. Так. Движок. Далее. 2D графика. Ну, вот. И снова у нас 5 тысяч. И на какую даже уже минус. Ну, вот. Нам вот этого не хватает. Так бы по возможностям было. У нас игра бы лучше вышла. Это вообще мы можем прям хоть на ноль. И вот так вот сделаем. Чтобы больше времени уделить именно движку и геймплее. Как никак это война и экшн. Честно говоря, сюжет в таком жанре не особо. Вот интеллект тут неплох. Это вообще диалоги на ноль можем. Вот так вот сделаем. Сейчас эта игра должна быть более-менее. Надеюсь. Иначе мы так, так сказать, из минуса постоянно будем в нем сидеть. Что будет для нас очень убыточно. Ну, вот. Игра в принципе хорошая вышла. Вот 17. Даже больше. Фикси-фикси-фикси. Фастом. Ну, все. Эта игра побила рекорды. Я думаю, она сейчас хорошая будет. Вот новая рекорды. Тут также. Левела мы нет. Все-таки апнули по 2D графике версии 2. В принципе, что неплохо. Первый обзор. Но эта игра хорошая, по идее. Вот, да. 8 очень хорошо. 9. 9. Вот. А вот сейчас деньги мы поднимем и сделаем еще игру получше. Ну, 23 тысячи это до хрена, до хрена. Но вот зато сразу. Вот тут за первой продажи 7 тысяч мы рубанули. И фанатов прибавилось. Ну, вот. Неплохо. Больше чем сотни получим. Так, сначала анализ. Пока движок я новый и исследования не буду делать. Потому что нам бы сначала с этим движком хотя бы игру полностью сделать. Ну, да, диалоги я там на минус самый просто в ноль выкрутил. Как раз таки. Так, извиняюсь, сейчас посмотрю. 24 минуты. Ну, еще можем, не знаю, минут 15 поиграть как минимум. В принципе. Не хочу, так сказать, делать прям уж по часу. Именно, чтобы было хотя бы по сериям. По классически разделено. Где-то будут по 30-40 минут вот так вот сериям я буду выпускать. Ну, надеюсь, кому-то понравится. Моё начальное, так сказать, летсплей, я не знаю. Пока что у меня не превью канала. Ни какого-либо редактирования. Ни накладывания музыки. Ни микрофона пока как. Так как я с ноутбука пока что. Скорее всего пересяду снимать за ПК. Так. По контракту мы делать не будем. Мы сразу, наверное, создадим новую игру. Не будем терять время. Упс. Сейчас, допустим, тематика. Обратня. Ну, пусть симулятор обратня какой-нибудь будет. На ПК сделаем. Будем всегда на ПК фигачить. Движок. Ну, давай, вот движок. Стоимость. Далее. Ну, вот тут всякие выходят. Типа PSP. Всякие Dendy там и так далее. По этому времени. Обучение. Сохранение. Сюжет нам вообще не нужен. Вот. Теперь мы используем, так сказать, возможности своего движка. И, в принципе, игра будет как-никак получше. Ну, вот так вот пусть все пополам будет. Потому что то и то, в принципе, в игре важно. Ну, тут даже вот пусть дак будет. Ну, вот видите, когда она голову чешет, это типа она балду пинает. Это когда контракт делаешь, это очень плохо. Потому что бывает то, что именно из-за этого ты просто не успеваешь его сделать. И из тебя снимают деньги. А когда снимают деньги, это всегда плоховаться. Ну, вот она чуть-чуть добавила. В принципе, выпустим такую игру. Рекорды это не побило, но, как-никак, тоже для начала нормальный показатель. Ну, вот первые обзоры. Ну, тоже она, в принципе, средняя игра. Более чем нормально выйдет. Ну, вот шесть, пять, шесть, семь. Закрыть. Так, анализы. Сделаем анализ игры. И тогда уже начнем исследование и сделаем новый движок. Как раз она сейчас нам деньги принесет. Этих денег нам хватит на создание нового движка. И, по идее, на создание самой игры. Но оборотний симулятор сочетается странно. Так что не будем уже симулятора не делать, если такой жанр исследования. Целевую аудиторию изучим, в принципе. Почему бы и нет. Изучает это она достаточно быстро. Не сказал бы, что это медленный процесс. Все, целевая аудитория у нас изучена. По мере роста интереса, да. Аудитория игровых журналов. Такие журналы еще один хороший способ. Разработчику рассказать об игре, которую он готовит к выпуску. Так же у нас, вот, теперь маркетинг. Мы можем разрекламировать какую-либо свою игру. Которая будет выходить. И теперь иногда к нам будут, типа, обращаться журналисты. В плане того, что вы можете сказать о своей новой, точнее, игре, которую вы будете скоро выпускать. Так, маркетинг пока, наверное, не будем. Надо его изучить позже. Нам сейчас в геймдизайн и в звук, наверное, подадимся. Не будем заморачиваться пока. Маркетинг, он стоит достаточно дорого. А у нас денег не так уж много вообще. Принесло нам это 161 тысячу долларов. Неплохо. Аж больно все как-то легко начинается, если верить игре. В равной жизни при всем желании так не будет, чтобы такие деньги поначалу получать за какую-либо игру. Исследования. Давайте монозвук сразу же туда же. И будем создавать новый движок. Надеюсь, денег хватит. Нет, наверное, сначала еще одну игру и движок. Потому что движок будет новый, нам стоит немало. Да, кстати, когда мы накопим здесь миллион, мы сможем переехать, так сказать, в новый свой офис. И там уже мы сможем нанимать, так сказать, помощников, дополнительных разработчиков. Они будут стоить также деньги, зарплату получать. Но можно, допустим, если повезет, найти такого разработчика, который будет более чем, так сказать, хорош в том или ином аспекте технологии, либо дизайн. Либо он будет очень много получать очки исследования, так еще игру. Вот, теперь появились дети, все и взрослые. Но иногда бывают такие высокие таблички, то что в такой-то период времени популярны игры для взрослых или для детей или для всех. И поэтому иногда все-таки стоит прислушиваться к этим табличкам и выбирать аудиторию именно ту, которая написана. Допустим, пусть будет так. Но мы сделаем для всех, чтобы это было доступно всем. Но что мы не делали? Мы делали тут все. Ну, пусть, я не знаю, будет спорт. Спорт-симулятор у нас, по-моему, был. Извиняюсь, это освежитель воздуха. Об этом я особо не подумал, в плане того, что его отключать, так сказать. Мои первые видео вообще, это... Сейчас у меня на канале только одно видео, это будет вторым, на канал выйдет. Ну, симулятор, тут геймплей, движок. Наверное, движок чуть побольше мы сделаем. Вот геймплей, пусть тут так вот будет. Надеюсь, кто-то поначалу будет это смотреть, потом постараюсь делать более качественное видео. Так сказать. Чтобы было приятнее смотреть. Надеюсь, это видео будет более-менее. Ну, дизайн именно так сделано. Пусть будет в таком виде у нас игра создаваться. Так. Графика. Ну, все, оставим, в принципе, наверное, даже чуть-чуть поменьше можем. Ну, дизайн вот, наверное, так оставлю. Дизайн это такое, потому что дизайн у нас зачастую меньше бывает. Ну, нет, тут неплохо, мы даже рекорды побили. Сейчас даже еще немного накидает, наверное, на очков. Да, вот, накидала. Ну, давай в дизайн. Все в технологии, в технологии опять летит. Еще технологии уже 20. Ладно, не будем, так сказать, тянуть, потому что денег и так немного. Как видели, вот G64 уйдет скоро с рынка, поэтому не стоит на каких-либо других консолях вместо ПК создавать игры. Новое исследование нам доступно. В принципе, мы это потом изучим для нового движка. Первый обзор игра, в принципе, хорошая, очень вышла. Вот, девять, да, великолепная. Десять даже. Десять и десятка. Вот была бы еще одна десятка, был бы просто топ. Но сейчас мы денег очень много поднимем. Исследование сразу делаем. Геймплей, потому что мы сейчас будем создавать новый движок. Без движка, так сказать, наши игры будут такси. Вот, рекорд продаж мы уже побили. Ох, нормас, мы уже миллион, считайте, получили. Да, все. Новый офис, да, давайте мы переедем. Сто пятьдесят тысяч. Как видите, вот наш новый офис. Как я сказал, в игру можно очень быстро играть. Много времени она не занимает, но также можно более чем. Теперь мы можем нанимать сотрудников. Теперь можем тренировать также наших сотрудников каких-либо. Главного персонажа. И наших, так сказать, кого мы наняли. Да, да, да. Сейчас надо еще исследование и тренинг. По-моему, по идее, нет. Ну, у нас полтора ляма. Вот теперь деньги для нас особо не проблема. Качнем это ей. Сначала надо персонажа прокачать, чтобы мы смогли нанимать других. Вот, продажи все идут. Мы с ней, наверное, где-то два ляма с фигом получили. Хорошая игра вышла. Вот, больше G64 не поддерживается. Вот наша BlueZavia. Да, курс по управлению. Все, она изучила. Теперь... Ну, пока я ее качать, наверное, не буду. Вот, кстати, что еще покажу вам в плане геймплея. Вот тут есть также дизайн, технологии. Но пока все по дефолту 300, потому что уклон я ей никакой не давал. Бюджет. Бюджет мы сделаем, пусть будет 600 тысяч. Сложный алгоритм. Начать поиск. Протратимся, так сказать, на хорошего сотрудника. Вот. Да, принесла на 2,569. Нормально. Технологии. Нет, хлам. Тоже хлам. Ну, давайте этого, в принципе, технологически. В технологии очень хорошо вливается. Теперь мы можем делать не маленькие игры, а средние. И, кстати, их также надо иногда в отпуск отпускать потом придется. Так, сделаем сразу анализ игры, чтобы получить дополнительные очки. Исследования, чтобы движок создать. Сейчас как раз мы этими займемся. Деньги у нас есть. Да, да, да. Все. Так, нам будет 6-летний. Да, да, да. Нуждаются в модернизации, чтобы могли все играть. Ну, давай, ладно, давай. 50 тысяч не так уж много. Все, создадим движок. Второй движок у нас это будет улучшенный опыт. Сделаем и монозвук. Все, создадим движок. Также надо будет нанять после. Сейчас создадим игру. Наймем еще одного работника. 35 минут. Ну, еще где-то, в общем, наверное, 5 минут я убью. Вот сейчас создадим движок. Сделаем игру. И я, наверное, первую серию этой игры, геймплея, которую я буду снимать, пока не закончу кампанию. Прекращу, так сказать. Первой серии, я думаю, 40 минут хватит. Если, конечно, кто-то вообще эти 40 минут будет смотреть. Надеюсь, кто-то хоть посмотрит. Кроме меня. Так, все, движок мы создали. Давайте создадим игру. Новую игру. Все. Игра будет у нас, не знаю. Мунстар, пусть будет. Все, тематика. Ну, ладно, спорт. Нет, спорт уже был. Давайте, я не знаю. Война. Симулятор войны пусть будет какой-нибудь на ПК. И движок наш, второй движок возьмем. Также 2D графика версии 2. Надеюсь, что это нормально сделано, да? Вот это. Но сюжет нам тут не нужен, поэтому, да ладно, затратимся чуть-чуть. Да, пусть будет так. Для симулятора это более чем подойдет. Вот. И теперь также он добавляет какие-то свои очки. Ну, это мы оставим так же. Все здесь. Так и оставим. Более чем подходит. Так, монозвук добавим. Базовый звук надо вообще будет убрать из-за... Сделаем так. Дизайн у нас, конечно, подхрамывает, но вот технологию более чем... Так, давайте исправляйте баги. С багами игру мою выпускать не будем. Давайте еще чуть-чуть подержим. Давайте пару очков закиньте. Все. Да, надо нам дизайн качать обоим персонажам, потому что дизайн у нас очень хромает на 20 целых единиц. Вот теперь 3D графика у нас доступна. Надо будет ее также исследовать. Ну да, игра также хорошая вышла. Надеюсь, мы с ней тоже нормальный денег срубим. Да, хорошая игра. Сразу сделаем анализ игры, чтобы получить очки. Этот пусть сделает исследование. Средние игры будем уже делать. Маленькие игры. Мы с них будем получать меньше денег. А если за средние, то уже, так сказать, побольше, побольше будем брать денег. Ну это да, да. Ну мы так и так это уже примерно поняли. Так, исследовать он и следовал. Ну вот снова. Новая консолька. Да, да, да. Консоли, консоли, консоли. Нас консоль не интересует. Он ли ПК. Я обычно играю. Потому что консоль это такси. Да, кстати, у нас сейчас появится свое издательство. Где тут найти издательство. Ну тут, честно говоря, я издательство не ищу, потому что много денег они требуют. И это надо создавать определенные игры с определенным там жанром и стилистикой. А я люблю, так сказать, на свое все, что мне взбредет в голову, то я и создам примерно то, что более-менее популярные исследования сделаем. Давайте 3D изучим, потом надо будет снова новый движок. Пусть они поисследуют. Сейчас закончится продажа, да, принесла нам 474 тысячи, но тоже, в принципе, неплохо. Деньги у нас, честно говоря, бывают. В минус мы немного идем. Вот, консолька вышла. Ну что ж, так сказать, на этом первая серия игры GameDev 2 Home. Мы, наверное, остановимся на этом. Добились мы достаточно немалого за 40 минут. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.